Не бойтесь облажаться. Если бы я мог дать вам один, единственный совет, я бы дал вам именно такой совет, друзья. Не бойтесь облажаться. Посмотрите на маленьких детей. Когда они только учатся ходить, они постоянно падают. Они даже не могут сделать пяти шагов, чтобы не упасть. Но каждый раз они поднимаются, встают и пробуют снова. Пробуют идти дальше, снова падают, снова встают и снова идут дальше. И у них не возникает идеи о том, что, может быть, ходить прямо это не их. Они вообще об этом не задумываются. Они просто встают и двигаются дальше. Мы живем в таком мире, где очень велик страх ошибки. Очень много людей боятся ошибиться, и они настолько сильно этого боятся, что даже не решаются ничего сделать. Страх ошибки просто их парализует и лишает возможности их действия. У меня есть знакомый, который настолько боится познакомиться с девушкой, с красивой девушкой, что даже не пытается этого сделать. И если бы он попробовал, конечно, там, первые несколько встреч, несколько свиданий, они прошли бы ужасно, будем честными. Но он бы набирал опыт, он бы набирал навыки. И со временем он бы смог становиться все лучше и лучше. Но вместо этого он решает просто ничего не делать. И ситуация, она как бы остается в том же самом состоянии, в котором она и была. Есть другой знакомый, другой пример из другой области, связанный с работой. Когда он видит интересную вакансию, которая бы ему очень понравилась, которая бы подошла в той сфере деятельности, где ему было бы интересно, не знаю почему, но он думает, что он не достоин этой вакансии. Он почему-то не хочет даже попробовать подать резюме, чтобы его пригласили на интервью. Он сразу отметает эту возможность, считая, что нет, эта работа слишком крутая для меня, у меня недостаточно опыта, недостаточно навыков, начинает придумывать все эти оправдания, отговорки. Хотя даже не ему решать. От него требуется просто отправить письмо, отправить резюме, и дальше уже работодатель посмотрит. И работодатель будет решать, справится ли он с этой работой или нет. Но вместо этого опять бездействие. И мне кажется, этот страх начинается у людей еще со школьной скамьи, да? Если вы зайдете в любой класс, когда учитель задает вопрос какой-то и начинает смотреть в журнал, кто будет отвечать, то весь класс въеживается просто в свои парты, лишь бы не вызывали к доске. Не важно, знает человек или нет, или не уверен, что знает. Я помню отлично свои школьные годы, и это было... Это было всегда. Но это неправильно. Надо прививать детям понимание того, что оценка, она не важна. Это просто число. Гораздо важнее те знания, которые стоят за этой оценкой. И оценка, она просто отражает знания. Не более того. Наоборот. Надо их мотивировать к тому, чтобы они сами вызывались отвечать. Если они знают ответ, если они не знают ответ. Еще важнее. Потому что в реальной жизни очень редки будут ситуации, где ты знаешь решение. Гораздо чаще ты будешь преподать ситуации, где ты не знаешь решение. И тебе нужно будет как-то из них выбираться. И если у тебя не было практики, если в школе у тебя не было подобной практики, если в институте у тебя не было подобной практики, если ты всегда отсиживался, как ты собираешься жить? Как ты собираешься решать ситуации, намного более сложные, чем те, с которыми ты сталкивался раньше? Я хочу, чтобы вы поняли, что вы живете всего один раз. И каждый день, каждый час, каждую минуту жизнь дает вам возможность изменить что-то. Используете вы ее или нет, будет зависеть только от вас. И здесь не нужно бояться. Я хочу еще в конце, в конце этого видео привести следующий пример. Представьте, что вы летите в самолете, вы сели в самолет, и вам предстоит прыгнуть с парашютом из него. И вы уже летите в нем, потому что жизнь, она проходит. Она не ждет, пока вы решитесь на прыжок. Нет, самолет уже летит. Я понимаю, как это может быть страшно, смотреть вниз с высоты 4000 метров. Но вам нужно решиться и сделать прыжок. Субтитры сделал DimaTorzok